Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня здравствуйте и от нашего прекрасного Дмитрия Вересова, моего редактора, учителя и друга. Сегодня я, Александра Таан, расскажу вам немного о своём произведении «Дети, пережившие Холокост». Так сказать, всё представлю его вам. Это моё новое творческое детище, нон-фикшн, написанное по рассказам и воспоминаниям легендарных уже старушек из музея «Холокост» в России, в Санкт-Петербурге. Кроме того, в произведениях включены главы наших глубоких размышлений о мире, добре, с друзьями на Ладышких островах. Профессор Александр Осокин, Григорий, отшельник Николай, Карина, художница Лика Волчика, музыкант Коля Плант, как много среди друзей добрых, светлых и думающих людей. Ну, конечно, мои главные основные героини – это Людмила Фёдоровна Бонюшко, Ривва Рафаиловна Каспирович, Сухоносова Людмила Самуиловна. Кроме них и координатор музея «Холокост» Зорина Людмила Николаевна. Когда-то детьми моим уникальным, мужественным героиням посчастливилось выжить в страшной войне, пережить фашизм, концлагеря, холод, голод, потерю смерти самых любимых родных людей. Я зачитаю вам отрывки из своей рукописи, посвящённой этим невероятным историческим судьбам детей. И, конечно, своё произведение я попыталась сделать максимально по детским воспоминаниям, из детского восприятия, чтобы показать, насколько страшны были события этих лет глазами ребёнка. Итак, первое. Длинная набережная реки Мойки и поворот в арку. Тень на миг размывает наши светящиеся фигуры. Вынурнуть из бездны арки можно только во двор. Двор прошлого, далёкого, наполненного живыми голосами тех, кто так хотел жить, умерших раньше срока, но полных жизней, взывающих к нам, ещё живым. Вокруг покаты островки серых крыш. Во дворе справа двухэтажный дом серого цвета с надписью ООО «ЕВА». Еврейская благотворительная общественная организация «ЕВА». Общественная организация «ЕВА» – это первая благотворительная еврейская организация в нашем городе. Здесь сохранены и представлены раритетные, эксклюзивные материалы, создана книга памяти. Музей «Холокост» основан в 1997 году Павлом Марковичем Рубинчиковым, руководителем организации. Из курсовода уже живые легенды нашего времени. Это ветераны Великой Отечественной войны, бывшие узники фашистских концлагерей и гетто. Они – говорящие доказательства страшных минут истории, очевидцы издевательства и истребления живых людей. Чтобы люди помнили и учились на ошибках прошлого. В музее постоянно проходят встречи с детьми, и со взрослыми, и с иностранными делегациями из разных стран. Это все очень важно, дорогие друзья, особенно сейчас. Здесь бывают учащиеся и студенты. Они с огромным интересом изучают собранную музеем обширную библиотеку. Теперь я хотела бы представить вашему вниманию воспоминания Людмилы Федоровны Бонюшко. Это, можно сказать, цитаты из моего произведения. Совершенно потрясающие. Это такие судьбы, судьбы детей, которые пережили холод, голод, потерю близких людей. И так вы вспоминали Людмила Федоровна. В 1941 году я жила в Минске. Я мама, мой брат на три года, меня старше папа. Почему папа был с нами? Потому что и папа, и мама работали в Белорусском военном округе. Папа имел бронь. Я родилась в Белоруссии, в Борисове, но родители перевели в Минск. Мы жили в пушкинском поселке. В этом поселке жили и люди, которые работали в военном округе. Началась война. Все бегут и возят документы. Папе обещали машину. Он был ведущим инженером. В машину попала бомба. Мы остались ни с чем. 25 числа наша семья вместе с толпой беженцев двигалась в сторону Москвы. По тракту Минск-Москва. Тракт, гудроновая дорога, жарища, Минск-бомбят, город горит. Я помню все это. Мне 4 года. Я помню, как за день до этого в песочнице мы с девчонками сидели и играли. Пролетел самолет и обстрелял песочницу. Я думала, надо же. Тик-тик, тик-тик. Пули. Вот это первое воспоминание девочки, которое ее ошеломило. Маленькая девочка. И вдруг вот такие ужасы войны. Вообще Павел наш правильно говорит, что все мы случайные люди на земле. Так как случайно остались живы. Прошли мы по этой дороге. Вот представьте себе. Идет семья. Все они молодые. Мама с папой. Мне 4 года. Брату 7 лет. Брат тоже все помнит. Ну я сидела на подводе. Какой из меня ходок? А все остальные шли. Потом где-то велосипед достали. Брата посадил на велосипед. Прошли мы 40 километров. Дорогу бомбили постоянно. Все разбежались. Ложили в канаву вокруг дороги. А на дороге оставались убитые люди. Прошли мы 40 километров. И залегли в лесочке на ночь. Просыпаемся утром. Папа пошел за водой в 6 утра. И говорит. Прихожу, смотрю немцы на мотоциклах. В общем немцы. Монтхена хаус. Всех разворачивают. Мама подходит к одному из них. Она худенькая была. И начинает с ним разговаривать. На немецком языке с еврейским акцентом конечно. А он ей говорит. Ты юды? Она как чувствовала. Тоже никто не знал, что евреев уничтожают. Папа скрывал еврея. Вот например папа скрывал еврейку. Он подлежал уничтожению. Короче мы уехали на другой конец города. И там поселились домики. В деревянном маленьком. В этом домике. Папа вырыл погреб. Прямо в комнате. Поднял доску. И вырыл погреб. В который мы могли спуститься. Он там его расширил. В общем короче он поработал здорово. Но мы тощие все. Значит спускались в этот. Была лестница. Мы спускались в этот погреб. Доска закрывалась. Клался половик. И вообще ничего не было видно. И вот мы в этом погребе. Просидела я. Ну не три. Но два с половиной года точно. Короче. Я заболела туберкулезом. И мало того. Поскольку вы девочки. Я вам скажу. У меня выпала прямая кишка. От поносов. И папа взял меня на руки. И унес меня в госпиталь немецкий. И мне вправляли эту прямую кишку. Вправляли ее. Представляешь. И так же дорогие друзья. Я хотела бы представить вам. Среди прочих воспоминания. Уважаемой Ривы Рафаиловны Каспирович. И наш потрясающий диалог с ней. Я спросила у Ривы Рафаиловны. Расскажите как именно это произошло. Поскольку это так страшно представить. Как именно ловили и вылавливали детей в лесу. Ведь вы большей частью были именно там. В лесу прятались. Да. Я была с бабушкой Михаилиной. Все-таки я была не одна. Но нас вместе с бабушкой повезли в этих вагонах. Поймали фашисты. Это было жуткое количество людей. Я не помню. Как мы там сидели, стояли, спали, ели. Не помню. Некоторые не выдерживали. Умирали. Я это помню. Да. Какие-то были остановки. Открывались вагоны. Задвижки. Зеленые остановки. Для каких-то вещей. Просто выносили. Выкидывали. Мне был уже шестой год тогда. Кстати, ребенок маленький. И своими глазами пережил такие кошмарные факты. Шел сорок третий год. Сдыхает. И вот мы прибыли в Освенце. И там сразу нам сказали. Вы сейчас пойдете в баню. В душ мыться. Кольца. Браслеты. Все сдать. И не дай бог что. Везде проверяли. Что во рту. Там женщины везде показывают рукой ниже. Да. Повели мыться нас. Я помню. Повели под душ. Крики. Шум. И вдруг все кричат. Что случилось. Что такое. И кто-то бегает и кричит. Что-то не то. Оказалось. Фашисты перепутали вагоны. Я была в вагоне из Беларуси. А рядом был вагон с евреями. Их должны были отвезти в камеру. Мне очень повезло. То есть у нее буквально чудо спасло от смерти. Повели в камеру. Из которой уже не выходили. Хотя она была еврейка. И тогда раз перепутали. А потом стали накалывать нам номера. Фрау в черных пилоточках с серебряной свастикой. Номера стали накалывать. Крепко так держали руку. И старинная авторучка. И такие с резинами и колпачками. Ей хорошо хоккризму набирать. И вот фашисты в 43-м году в декабре. Накололи столько раз нам. Сколько здесь точек показывает на руку. Долок вся. Всю исколоту. Все в крови было. Уже потом бабушка Михалина сказала. Что я сознание потеряла. Один мальчик бедный. Он пытался что-то там стереть. Но ему снова накалывали. Переколотили все. Все равно. Я никаких подвигов не совершала от страха. Ну что, 6-й год шел. Да, ребенку. Маленький. Натерпел из всего. Она рассказывала даже, говорит, молочные зубы. У меня долго вставали с молочными. Гораздо дольше, чем должны были быть. Кроме того, что нельзя было поднимать голову. То есть я никаких подвигов не совершала Рева Рафаиловна. Но потрясло то, что там была малюсенькая девочка из нашей деревни. Грудная совсем еще. Так вот, ей на ножки выкололи номер. А ручка такая тоненькая, потому что была вся тоненькая, схудалая. И она не выдержала. И умерла. Так мы, дети, маленькие, 5-6-летними, плакали. Всем бараком плакали. И какие ужасы творили фашисты. На плацу проверяли постоянно. Не разрешали головы поднимать. Люди пытались, кто пытался убежать. И фашисты, когда их находили с собаками, это просто было смерти подобное. Некоторые не выдерживали. Сами бросались на проволоку и погибали. Потому что проволока была, естественно, под электричеством. Что вы вообще думаете про Холокост? Там же через вас это тоже прошло. Это ужасное отношение к евреям. Да. Просто уничтожение, истребление. Что вам бы хотелось сказать всем будущим поколениям, нашим дорогим деткам, нашим дорогим внукам. Я, когда ходила к детям в школу и с ними беседовала, я говорила им всегда, вот вы вырастите, мальчики, вы будете чиновниками, вы будете руководителями, вы будете, сделайте так, чтобы не было ненависти, чтобы люди хорошо относились. Все в ваших руках. Вы ведь все слышали. Да. Какой ужасный Холокост вообще, истребление людей. Пожалуйста, сделайте, люди мира, будьте зажимы втрое, берегите мир. Ну, чтобы не было войны, чтобы не было ненависти этой. Ведь жизнь самая важная. Ни богатства, ни ресурсы, ничего. А что мы видим? А мы видим, что тоже повторяется. История учит тому, что она ничему не учит. Да. И это ужасно, особенно в плане сегодняшнего технического прогресса. А потому что, правильно мне говорилось, что человеческую сущность не победить. Жадность, зависть, ненависть. Как были, так и остаются. Вот они порождают это. И это ужасно. Маришка, как ты думаешь, просим у ребенка, как ты думаешь, все-таки, что победит? Зло или добро, Маришка? Добро, скажи. Добро, скажи у ребенка. Спасибо, надеемся, да. Помаши, как-то. Добро победит. Победит добро. Спасибо, дорогой. Да, да. А теперь я хотела бы передать слово дорогому Дмитрию Вересову, Дмитрию Вересову Прияткину, писателю, переводчику, сценаристу, кандидату в филологических наук, моему учителю, другу, редактору уже второй книжечки моей. Вот первая была «Дети под солнцем», которая вышла по гранту. Дмитрий Вересов, автор многочисленных переводов, научных статей, более 30 романов, объединенных в цикле «Черный ворон», 10 книг, «Легенда любви», «Кавказская трилогия», суммарно тираж книг Дмитрия Вересова превышает 6 миллионов экземпляров. По его сценариям сняты сериалы «Черный ворон», новый русский сериал 52 серии, второе «Восстание Спартака», «Неизвестная война», документальный фильм к столетию Первой мировой войны и «Мое счастливое завтра». Итак, я хотела бы передать слово Дмитрию Вересову, который немножечко расскажет обо мне, о нашей вскользь предыдущей книжечке, ну и, собственно, о теме «Холокоста» по нашему новому произведению «Дети, пережившие Холокост». Пожалуйста. Я должен сказать, что, в общем, это очень своеобразный опыт работы с нашей Александрой, потому что это человек настолько неиссякаемой творческой энергии, энтузиазма, разносторонности, активности, что, в общем, это, так сказать, ну как чувствуешь себя немножечко сейсмологом, вот, потому что как на вулкане, да, вот это все существуешь, не знаешь, что выкинется в следующий момент, вот. Но, тем не менее, Александр – человек удивительной работоспособности и удивительной отваги, потому что берется за темы такие, за которые, в общем-то, ну, я не знаю, я бы не взялся никогда. Вот. И у нее получается, у нее получается, потому что у нее есть свой почерк, так сказать, он кому-то может там нравиться очень, кому-то может нравиться не очень, но, тем не менее, она вовлекает свою орбиту, затягивает, это получается интересно. Вот. Так вот мы работали с первой книгой «Дети под солнцем». Это про хлопок, про узбекский хлопок, вообще про среднеазиатский хлопок в СССР и про то, какую роль во всем этом хлопковом деле, скажем так, играли дети, по существу лишенные детства, потому что они, так сказать, проводили большую часть года вот на этих самых плантациях в совершенно жутких условиях книги про это все написано. И вторая книга, это тем более, так сказать, отважный подвиг, потому что уж, казалось бы, про Холокост написано все, вот что-то новое сказать невозможно. И тем не менее удалось открыть некие грани, во-первых, потому что выбрана совершенно уникальная судьба. Вот. Собственно, выбраны те, кому, ну, посчастливилось невероятно, которые, так сказать, сумели каким-то, так сказать, благодаря каким-то экивокам судьбы сумели избежать вот всесожжения Холокоста, дети его пережившие. И очень хорошо, что автор не погружается в какие-то, так сказать, статистику, в какие-то такие взрослые размышления, а это все глазами детей. Вот этот вот самый ужас, да, показан глазами детей, которые, в общем, даже и не очень понимали, что происходит, за что. Вот. Это производит очень сильное впечатление. Вот. Поэтому я счастлив, что мне довелось поработать с нашей Александрой. И, в общем, надеюсь на то, что это не последний наш проект. Вот. Спасибо, Саша. Спасибо, дорогой друг. Я также надеюсь, что, дорогие друзья, те, кто сейчас смотрит нас в Лондоне, вот, каждый из вас уникальный, со своим прекрасным даром, что наш труд будет увиден, услышан, оценен. Действительно, сейчас особенно актуальна эта тема для детей, тема мира, для детей всех стран. Это так важно, чтобы у всех детей было спокойное небо, чтобы было будущее, дорогие друзья. Об этом говорила каждая из моих участниц, легендарных старушек, прошедших концлагеря, да, с венцем и так далее, вот, и переживших потери близких. И, слава Богу, многие понимают это, насколько важен мир. Я надеюсь, конечно, на перевод, на разные языки нашего произведения, потому что это важно, об этом нужно говорить, дорогие друзья. Вот. И надеюсь на то, что всё это будет максимально читаться нашими коллегами-литераторами, издателями и просто читателями и друзьями из разных стран мира. А сейчас я хотела бы представить ещё одного своего потрясающего друга, коллегу, замечательного писателя, интересного человека Николая Прокудина, председателя секции военно-исторической приключенческой детективной прозы «Литература для юношеского Союза писателей Санкт-Петербурга». И Николай, да, в общем, тоже с уважением относится к теме мира для детей из разных стран и понимает важность и актуальность на сегодняшний день такой темы, как «Дети, пережившие Холокост». И вообще войну, да, действительно, мы с Александрой знакомы уже несколько лет, я её переманил в нашу секцию, в наш союз, да, из более милитаристского союза, да, из более реакционного, да. Действительно, тему войны, она всегда... Я сейчас написал книгу «Война – это война», там у меня сборник рассказов осколки войны, там, о детях на войне, как раз вот «Афганская война» и какие-то и дети инвалиды, и дети погибшие, там, и дети видения ребёнка вот этой войны, когда ребёнок на скальные рисунки такие рисуют, как вертолёты бомбят, самолёты бомбят, снизу дети лежат убитые, вот, то есть восприятие этого ребёнка, то есть мы тут пришли вроде как изображаем, что мы там какую-то эмоционально-нациальную помощь, и в этот же момент эти дети, которым мы пришли якобы помогать, они тут идут везде, конечно. Русская, да, страшное дело, да. Вот, тоже интересная эта тема, я же в Узбекистане служил, в Таджикистане, и видел, как вот в Туркмении, вот и в Киргизии жил, видел, как эти дети, там, я и сам работал на этих плантациях, когда был маленький, в школу ходил, ну, правда, ходили на сахарную свеклу, вот, ну, что, в принципе, то же самое, допустим, весной и осенью, мы по месяцу целым, вот, сначала их пропалываешь, потом её пропалываешь, потом её убираешь, что-то. Они просто это не представляют. Тебе километровая, там, двухкилометровая грядка, и ты идёшь согнувшись, потом ползёшь в конце, да, ползаешь, спина не сгибается, конечно, это такое детское рабство, на самом деле, под эгидой, тоже трудового воспитания, да, на самом деле, это была эксплуатация ребёнка, детей, да, с четвёртого класса, все до десятого работали на этих полях, вместо того, чтобы учиться, в основном. Да, это, конечно, на самом деле, детская эксплуатация, чистой воды. Катастрофа, да. Потом осенью уборка, то же самое, ну, то есть, это, как это, эксплуатация человека-человека, а это эксплуатация ещё не до человека. Маленького. Маленького человека, да. Маленького человечка. И это, конечно, там у них присутствует. Тогда вот, ко мне приходили солдаты, и говоришь о элементарных вещах, которые в школе учились, он ничего не знает. Он говорит, а мы на хлопке были. Важно два, четыре, и то, да, мне герой рассказал, но ничего не знали. А один говорит, мы на хлопке всё время. Я говорю, я тоже там убирал стеклу. Дефолианты распыляли сверху, и эту воду. Да, да, да. Американцы распыляли эти дефолианты, чтобы уничтожить джунгли с партизанами боролись. А наши вот над полями. Да, над этими полями. И смотришь, конечно, дебилизм некоторый присутствует. Почему? Потому что экология ужасная. Конечно. У него мама беременная работает на поле. Да, под этими химиками. Потом он родился, родился и живёт. И опять идёт работа, и опять идёт. Ужас, ужас. Да, это, конечно, жуткое дело. Сейчас, я думаю, что у них, наверное, уже не распыляют. В общем, мы против любой эксплуатации детей. Да, абсолютно. Дети, пережившие Холокост, это тоже страшная, действительно, излома детских судеб. Слава Богу, что эти очевидцы дожили до тех дней. Многих держала только надежду на то, дорогие мои слушатели из Лондона, дорогие мои друзья. Я всех вас люблю и помню ещё по Брюсселю, как мы с вами прекрасно там литературно общались. И только надежда на то, что это будет услышано, многих, как сказать, держала на плаву. Но благодаря этому многие остались живы. Например, Иву Рафаиловну, которая сейчас рак. Вот. Вот. Под 90 лет многих старушки надежда, надежда на то, что действительно узнают о том, что они пережили об ужасах войны. А действительно о том, насколько страшен Холокост, истребление людей, вообще темы ненависти. Вот. Детскими глазами. Я это показывала детскими глазами. То есть вот холод. Мама умерла. Там фашисты, когда рассказывают, вплоть до того, что мы, говорит, два года жили постоянно в подвале. Вы представляете, ребёнок, то есть крышку сверху папа закрыл, и она прям тряслась, не дай бог, фашист пройдёт. Потому что... И повезло. Я, говорит, сумасшедшая притворилась. Он мне шнели-шнели, а я пританцовываю на ходу. Может, у меня мысль такая, мне шестой год только. Может, я дурочку себе изображу, и он меня не убьёт. То есть вот такие, представляете, ужасные вещи, которые вспоминали дети. Вот. И поскольку талантливый наш замечательный Николай Прокудин с такими книгами, как никто другой, понимает все ужасы того, что это представляет для детей, потому что прошёл это. Я считаю, что это детская книга, да. И мы за то, чтобы у детей был мир. У всех детей, дорогие друзья. Вот. Надеемся на то, что светлое и доброе, то, что говорит каждый из моих участниц, победит, чтобы действительно будет мирное небо для наших детей, будущее для всех детей, всех стран. Да, обязательно. Это очень важно, потому что надо стремиться к доброму, к созидательному сознанию. Светлая любовь, а не недовисть. Это очень важно. Тихонечко. Тихонечко. У нас в книжечке, в моем новом произведении есть главы, ладожские главы, где мы с друзьями осмысляем это всё и мечтаем о мирном небе, размышляем о судьбах детей. Хотелось бы немножко пригласить, да, выйдите, наш дорогой Александр. Ну, я не помещусь уже. Да, но будем надеяться. Дорогие друзья, сегодня представляли мое новое произведение «Дети, пережившие Холокост». Я, Александра Танн, наш дорогой Дмитрий Вересов-Прияткин, замечательный, талантливый писатель Николай Прокузин и наш профессор, с которым мы размышляли на Ладожских островах обо всём, о добре в мире, о светлой надежде на будущее для всех детей, Александр Осокин. Дорогие друзья, я надеюсь, что наше произведение будет услышано. До новых творческих встреч и дай Бог мира всем нам и нашим детям. Спасибо. Спасибо.